всем здорово братва в этой серии мы займемся ремонтом спаржи в общем в этой серии сейчас все поймете всем снова привет наверно этот фрагмент я включил основа видео чем у меня сломалась машина работаю курьером развожу там по яндекс заказом заказы соответственно и у меня навернулась сцепление раз жду артема который приедет на 11 мы толкнем тачку на тросу до дома и там уже буду что-то думать и возможно менять сцепление пока как я еще не решила мне еще надо попутно менять стартер потому что у меня в тяги еще начало делать мозги иногда не хочет заводиться а аккумулятор высаживает по сцеплению не знаю скорее всего надо только поменять диск но я хочу еще поменять выжимной подшипник потому что он не напрягает его звук вот он и напрягал но то что вот у меня так быстро закончится и не нежданно диск как бы это что-то такое если были уже предпосылки я знал что уже вскоре надо будет менять диск но чтобы он так вот сразу и резко кончился блин это я хрен знает вот потому что передачи втыкаются все получается педаль тоже выжимается нормально но машина не едет то есть не передается крутящий момент все что сегодня заработал эти сраные 300 рублей потратил на трос даже бензин не не отработал так следующий день сняла стартер приволок его сейчас постараюсь его отмыть вот так вот он грязный есть от мою покрашу его в черный и заменю гриле течение втягивающее реле помыл я стартер такой сейчас он красивенький блестященький стал понятно что немножко подокислился за три года но ничего страшного да все таки менял стартер уже над 11 я помню даже это помнил и это по моему как раз таки я покупал заводской ну уж точно сейчас не скажу но вот его дата производства 16 10 17 то есть от поставила его по моему в году восемнадцатом где-то в начале у меня даже где-то видос есть надо поискать где менял стартер вот снял втягивающее сразу завтра заеду куплю его вот такое вот оно у меня в принципе тут различает только вот эта часть по моему но найду в любом случае итак следующий вечер закончил я покраску стартера вот такая вот красота получилась черный матовый красил конечно этим говеным баллончиком кодок или как его там называют и плюсом его же лак сразу навесил уже новую релюху и завтра думаю можно уже идти ставить сейчас так вот ну не пусть она подсохнет закручу и все так и от прям даже доволен купил еще датчик заднего хода вышло мне все это дело на 1332 рубля конечно же ну очень сильно надеюсь что у меня сломалась это реле они сам мотор симптомы когда я начинаю коротить напрямую без замка зажигания то есть вот сюда у меня приходит плюс от аккумулятора и вот эта фишка от замка зажигания я снимаю фишку и кручу ключом просто так вот контакт замыкаю и у нас но она начинает срабатывать даже при подсевшем аккумуляторе у меня все равно машина нормально заводилась вернулся домой немножко печаленный пришлось снова разобрать стартер вот моторчик вода уже почистил тут наждачкой вот это все медное дело почистил отверткой вот идет пазы и протер хотя бы блестит что было все такого некрасиво окислившиеся разобрал я потому что скорее всего у меня проблема еще в щетках вот сейчас эти спреет возьму машину и поеду подбирать смотреть не знаю сколько стоит сколько мне это дело выйдет но проблема в том что когда поворачиваю ключ зажигания втягивающая щелкает как она щелкала и на старом втягивающим но все равно не крутит еще сильнее погуглил оказалось что это именно дело может быть в щетках если тогда не в щетках тогда я не знаю психу и выкидываю нахуй этот стартер и придется покупать новый за 4000 новом реле появился хороший контакт у меня получается через него проходит от генератора плюс цепляется и потом сверху прикладывается на аккумулятор ну провод на аккумулятор и сейчас у меня стабильно 14 вольт на заведенную без всего включенного это прям еще здорово а до этого было что-то там 13-13 и 5 там в лучший день а сейчас стабильно даже при включенном свете у меня там 14 где-то так ну чуть меньше даже ну все отлично стало появился хороший контакт благодаря тому что у меня все новое короче да там смотрю купленного поэтому тут немножко ур стоит вот и зачухался уже наступил следующий день в общем что я придумал со стартером это заказать новые щетки с озона потому что в магазине они стоят почти конских 800 рублей но я считаю это не дело я так купил втягивающая где-то тоже за 800 рублей плюсом это за 800 он и встает мне половину нового стартера а повторюсь я его покупал и ставил года три назад мне даже есть где-то видос на канале если что обязательно все видосы просмотрите и может найдете придет он где-то 7 декабря это на следующей неделе ну наверное ровно через неделю ну плюс-минус не знаю как по доставке вот так что я встал надолго на прикол а видос снимать надо хотел в этом выпуске конечно сделать полностью электроусилитель руля но обосрался по полной программе ладно выпущу тогда то что есть сейчас пришел в машину хочу поменять там один предохранитель вот у меня вот он я увижу отсюда опять рубрика доделываю за горе мастерами вот за этим электриком который мне надел вот а сейчас я буду это говно менять вот на такой вот который покупал для подсветки в багажника ну для проводки подсветки багажника но так и не поставил потому что здесь слишком уж толстые провода момент что можно и есть время и желание и есть предметы которые заменить сейчас я это все дело покажу а партнером этого выпуска стал интернет-магазин бункер если хочешь современный топовый шмот то переходи в описании под видео вводи промокод аспарагус и получишь скидку 10 процентов на любой товар из магазина кто не понял вот этот предохранитель я имею ввиду он идет получается на полный полностью идет на этот блок это подъем передних стеклоподъемников закрытия дверей и и управление зеркалами вроде даже еще на розетку вот на этот у меня подключен но я кстати хочу эту розетку убрать в бардачок там вывести чтобы она так вот торчала аккуратно если что можно было багажнике что-то переводить всем как мини холодильничек блоки предохранителя тогда прибрался вот теперь вот так вот все аккуратно более-менее разложено вот предохранитель от электроусилителя руля все провел там через место где идет гидрокорректор фар так что все получилось четко сейчас еще тут прибраться по проводке хочется и чтобы это все дело не болталась и спрятать его хотя бы вот за эту планку вот скажу вам честно ребята вот из рубрики криворукие мастера идут два провода идут откуда-то оттуда два провода два вот они выходят вот идет коса получается на замок зажигания точнее разъем вот сама коса разъема замка зажигания ну ну вы поняли и все вот я отсоединяю замок зажигания чтобы его снять так блин эти два провода идут сюда и приходят вот в синий провод толстый также к нему приходит красный толстый провод откуда-то оттуда смотрел вопрос почему именно надо было сделать на замок зажигания на съемную часть которая вот кусочек буквально 15 сантиметров почему надо было взять именно сюда почему нельзя было сделать вот на этот штекер на который приходят все силовые провода сразу вот сразу все приходится сюда подключиться почему надо было именно цеплять на съемную часть вот эти вот три провода да и плюсом к тому почему вот эти два провода синий и красный они идут раздельно а приходят все равно в один провод и соединяются почему нельзя было там пустить один провод сюда и подключить зачем надо было то тут херню исполнять я не знаю кто это мне делал последний иван электрик либо до этого кто мне там тоже что-то подключал но я уже не помню потому что последний раз иван мне все переделал даже в плане касаемо обогрева сидений которые мне уже стояли но это шляпа согласитесь это просто шляпа на съемную часть не крепить провода то есть я сейчас чтобы снять замок зажигания полностью поставить кнопку старт-стоп мне придется вот эту всю херню разбирать соответственно я сейчас буду делать это заранее вот ты решил то тут султ мать не вот переделать сделать по-нормальному также сейчас еще сходил за провода более толстого сечения также гофрочку чтобы все грамотно уложить сделаю его плюсовым хочу еще бросить провод на ту сторону подключить подсветку бардачка подключить антенну на этот провод ну и так всякую знаете мелочевку даже зарядник чтобы вот который в бардачке будет чтобы вот от одного провода такого более-менее толстого это все им хватит прям заглазать и кстати все проходит это вот на этот тоненький проводочек один вот это маленький проводочек приходит 30 амперный предохранитель и столько потребителей то есть вы представляете как он нагревается соответственно он идет через фишку то есть он идет плюс идет отсюда ходит в эту фишку отсюда берется идет обратно и только уже сюда подключается то есть он два раза по фишке туда-сюда ходит но это вообще бред бред силы кобылы почему нельзя было сразу допустим здесь на красный запитаться вот опять кассипотр на кассипотре вот еще одна причина почему я сильно ругаюсь вытянул плюс который идет на замок зажигания вот это вот фишки и это вот так вот все отвратительно просто намотана сделая здесь по-другому немножко этот предохранитель который болтался тоже видеть он ходит на толстых проводах сейчас остается найти только нормальный плюс на делал полную хуйню извините меня за выражение по-другому это назвать не могу вот ну ладно хоть есть какой-то скелет есть от чего отталкиваться сейчас я аккуратно все укладываю думаю в итоге получится очень шикарно и красиво наступил второй день ковыряния с проводкой прокинул я сюда плюс сделал клемму сейчас вот у меня есть ответная часть сейчас под нее тоже найду клемму вот такую у меня должна быть а подцеплю все в одну клемму аккуратно красиво все смотрелось тут закончил я с пассажирской стороной все же там убрал теперь делаю подогрев сидений и по моему еще прикуриватели которые идут от замка зажигания вот общем четыре провода надо подключить на замок зажигания синий красный провод вчера подобрал здесь прибрался хорошо так крутил то есть теперь замок зажигания съемный убрал все что ушло у меня в панель провода зарядник убрал теперь у меня просто тут кнопка пока бездействует стал кстати зарядник ну и без зарядников бардачок таки предохранителей тоже вот такая у меня чистота и порядок вот то есть ничего не мешается вот предохранитель от электроусилителя там спрятал предохранитель от всего остального которое делал вот у меня это два желтых плюса это один идет на ту сторону второй идет под сюда от замка зажигания от этого плюса очень постоянный плюс снова включение произошел у меня небольшой тут конфуз небольшая проблема я забыл какому проводу подключается вот этот вот конец сейчас я накинул вроде бы к нему потому что болен вы видели раньше что здесь было вот такие вот все переплетения и поэтому я все распутывать начал и немножко не понял и потерял его то что отсюда идет три провода вот этот вроде красном шоу так потом возвращался обратно вот тут что-то был накручен и входил сюда теперь это все дело понятно расправил и все потерял даже сам домой пойду посмотрю по видосам то что же знаком перекинул монтировать начал какой провод у меня был все наконец-то я закончил сейчас осталось только прибраться более-менее аккуратно все разложил теперь будет крышка аккуратно закрываться хотя иногда это аккуратно закрывалась но зато теперь когда я буду открывать ничего не будет вываливаться прикрутил грилюху на болтик убрал все провода от подогрева в гофручку аккуратненько вот провод от зажигания сделал аккуратный тоже сейчас эта крышка ну прижмет это все будет поаккуратнее смотреться закроет лишнее вот мозги точнее блок центрального замка вообще туда закинул он прям хорошо там лежит только сейчас наверно болтаться будет по мозгам по ну вот двигателя ну ладно если будешь уметь потом замотаю антишумом и все также подправил ковролин теперь лучше он лежит аккуратнее нету тут этого загиба здесь и закрепил еще вот тут провода поверху так их видно зато теперь ничего не болтается вот это какая-то шляпа от скотча это еще кстати от заводского какого-то малярного скотча я все забываю убрать потому что не видно наконец-то спустя неделю приехали мне щетки на стартер посмотрел я лайфхак в интернете надо вот когда засовываешь туда заматывать проволокой и потом одевать это все на головку на 24 по-моему вот с этой стороны просовываешь вверх и как раз веревочки снимаются либо что там пластиковые хомуты думаю сделать попробовать и все и потом если головку просто так одеваешь головку сюда выходит и щетки надеты потому что я не знаю как иначе их вручную одевать все у меня тут почищено так что думаю должно все работать дай бог вот так это дело выглядит головка на 24 нам идеально помещается в это отверстие но получилось захватить их вот такими маленькими халкунчиками вот уже вставил и они сейчас с легкостью вот выниматься отсюда но одной рукой это понятно неудобно вот так все так вот получилось прям идеально ровно все засадил я их туда зашли они очень легко блин как надо все ну что у меня то что я просто сказал что здесь было у меня была мечта и было не ебаных и все были же детей 4 болта, должно быть 6 пипец конечно диск как? диск пиздец с этой стороны вообще егде так, надо болты искать, где они? ну сейчас найдем, сколько там? 2 болта еще надо? да, в крайнем случае маховик целый, а этот точнее поверхность? ну вот она съедена немножко но это не повлияет на новое сцепление? притрется? ну это притрется, но вот это вот паска то что то есть да, паска и износ у тебя диск уже не будет столько ехать сколько вот в смысле по жизнеспособности? да, да, она долго не проедет, потому что сила прижима это как будто диск изношен наполовину вот так вот выглядит диск сцепления которого нету от слова совсем вон даже есть следы перегрева явного и придется к сожалению менять маховик, но не в этот раз сейчас еще занимаюсь чисткой коробки чтобы она была хлеба почищу поменяли уже мной где он там? вот он и поменяли датчик заднего хода сразу же сейчас коробочку все это чищу и можно ставить ее чистенькую обратно приехал сейчас с моечки сполоснул так немножко под капотку помыл по нормальному машину вот благо я еще заранее пока мы снимали коробку почистил я железной щеткой стоит новенький стартер который до сих пор мне делает мозги по итогу сняли коробку выяснилось что у меня сцепление сдохло полностью одна сторона диска сцепления просто была стерта до металла по-моему там даже клепок не было уже даже не помню зацепило маховик маховик теперь у меня немножко такой подузношенный покорябанный это очень плохо в дальнейшем мне предстоит обязательно поменять маховик наверное поставлю сразу же немножко облегченный не знаю конечно насколько потому что слишком облегченный ставить это не есть хорошо да моторы на холостых будут просто хорошо выкручиваться потому что массы будет меньше но опять же при моих больших колесах когда я буду отпускать сцепление обороты двигателя точнее вот эта вот масса которая вот крутится она уменьшится и соответственно колеса будут передаваться гораздо хуже то есть мотор будет такой легкий как будто мало слабенький и на большие колеса его будут просто сильно гасить в любом случае на дальнейший план у меня поставят маховик и поменять сразу же сцепление потому что это сцепление оно износится под этот маховик и потом уже на новый маховик оно не встанет следовательно я еще хочу сразу же постараться накопить денег чтобы снять коробку и установить дисковую блокировку не червячная червячная будет слабовато а под мои диски как раз подойдет дисковая преднадитяка я еще поизучаю еще важный факт забыл сказать сняли мы сцепление у меня корзина была прикручена на четыре болта вместо шести благо у меня в моей волшебной коробочке оказалось два подходящих болта вот именно два не больше не меньше ну чуть-чуть да разные но зато резьба одинаковая и слава богу это я знаю мне что толмачев Сергей у которого постоянно делался делал мне последнюю коробку и ну точнее менял я там не помню свою по моему сколол и потом он мне мою забрал поставил свою как то вот это все дело я уж не помню это было много лет назад вот ну в общем вот косяк есть косяк но самое удивительное я по сей день как то же проездил и да вы наверное скажете типа у тебя болты от вибрации выкручивались четыре болта да может выкручивались от вибрации но остальные два они если бы они упали бы в это пространство где маховик где сцепление они бы там и остались но дело в том что их там даже и не было вовсе поэтому как то так все выходит ну ладно благо сделал поменял сцепление корзину суженным машина едет прям четко выставили сейчас передач еще не привык потому что у меня хотя бы пространство между первой и задней оно увеличилось раньше я спокойно мог перепутать ну там прям задняя плотная так втыкалась передняя приходилось ее искать между задней и третьей прям вот попадать в этот пазик аккуратненько сейчас благо этот паз стал больше и соответственно настроено все получше ну ладно не буду долго забалтываться и так видео получилось долгим обязательно подписывайтесь на канал на группу вконтакте ставьте колокольчики пишите комментарии что вы хотели увидеть по спарже дай бог в следующей серии я уже устанавливаю электроусилитель кстати сейчас скажу что мне не пришлось менять подшипники потому что подшипники целые и мне нужно поменять только мозги но когда я куплю мозги еще неизвестно также хотелось бы до нового года установить кнопку старт-стоп с бесключевым доступом но это все планы так что обязательно подписывайтесь и следите за тем как я строю машину вот еще и на инстаграм кстати подписывайтесь но всем до встречи и пока пока